Липецкий филиал российского общества знания проводит в области цикл лекций по актуальным проблемам развития страны. Перед лепчанами выступают эксперты федерального уровня. Одна из прошедших лекций была посвящена цифровому будущему. Прежде всего, это касается цифровой же экономики. Что это такое и зачем нам это надо? Об этом мы сегодня и побеседуем. Меня зовут Михаил Шаршаков. Доброго вечера. И у нас в студии Александр Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Тема вашей лекции на пороге цифрового будущего. Если не ошибаюсь, так она была заявлена. И касается она, насколько я понимаю, в том числе и цифровой экономики. Что это такое и как давно мы на самом деле живем в мире цифровой экономики? Потому что термин этот сам как таковой, как и цифровое общество и цифровая экономика массово стал, наверное, использоваться и появляться в СМИ, в общем-то, недавно. То есть буквально, наверное, последний год, может быть, там полгода. И на россиян, прежде всего на россиян, я сейчас говорю, по российским СМИ, по российским масс-медиа, вот буквально вылился поток непонятных слов. Криптовалюта, блокчейн и тому подобное. Вот насколько на самом деле давно мы уже живем в этом цифровом неком будущем или настоящем и в условиях цифровой экономики? — Если объяснить фигурально, нам на пальцах, то появление цифровой реальности подразумевает, что есть мир реальных товаров, физических товаров, и есть мир их образов. По сути, и телевидение, и интернет — это цифровая технология, поэтому подразумевается, что у каждого товара есть свой цифровой образ, модель. Соответственно, у миллиона товаров есть такие цифровые проекции, и поскольку работать с нефизическими объектами намного легче, имея компьютер и все необходимые инструменты, то может появиться бесконечное количество таких цифровых сущностей. Вот такие два мира. Это дает массу эффектов, в том числе экономических. Во-первых, скорость невероятная. Можно печатать только что придуманные товары. Если у вас на производстве стоят роботы, то они могут достаточно быстро это все воспринимать. Вот в чем физические моменты. Можно упростить систему управления, то есть не нужны многие посредники между начальственным импульсом и производством. Например, и кроме того, можно из цифровых сущностей создавать новые цифровые сущности бесконечно. Особенно те, которые не требуют физического воспроизводства. Между этими двумя мирами есть различные правила, протоколы, регламенты. И такие две тоже сущности, которые называются деньги и которые называются доверие. Они гарантируются технологиями, протоколами, железом, софтом, соответственно, и неким организационным инструментом, который мы можем также назвать еще стандарты. Вот это, если так фигурально сказать, в чем особенность современного положения. Давно ли это все появилось? Да, в нашем информационном пространстве это пронеслось как цунами именно в этом году. В 2017 году его можно считать годом регализации цифровой философии, цифровой парадигмы. Но, конечно, если мы готовы осознать правду, то цифровая экономика появилась, цифровые технологии, цифровые миры появились гораздо раньше. В ближайшем приближении это будет время, когда появились первые компьютеры, потому что они работают на цифровом, бинарном принципе. А если глубже заглянуть, то мы найдем первый класс, учебник, букварь, и ведь в первом классе уже изучается арифметика. Скажу больше, у нас до Петра Первого даже наш алфавит был привязан к цифре. За каждой буквой стояла определенная цифра. То есть потом произошла то, что называется десеминтизация числа. То есть число оторвалось от буквы. Если мы почитаем совсем древние тексты, то увидим, что их структура и даже термины построения мысли, тезисов, оно подчинялось строгим числовым закономерностям. И таким образом мы легко придем к тому, что любая экономика с самого начала, как производство неких благ, она является цифровой. То есть привязана к цифрам и числам. Цифры и числа, да. А прогресс человечества, который придумал различные виды исчислений, это, собственно говоря, развитие этого базового принципа. То есть от колеса практически. То есть как только человек понимает, сколько нужно чисел привязать к расчету движения корабля, к навигации, астрономии и так далее, мы фактически имеем присутствие цифры и в экономике, и в науке где угодно. Вот один из таких инструментов, наверное, цифровой экономики, и то, о чем сейчас очень много говорят, это криптовалюта. И самый главный вопрос, который возникает у людей, чем она обеспечена, наверное, да, то есть они видят, почему постоянно в новостях сейчас нам говорят, что вот курс биткоина превысил или достиг 7,5 тысяч долларов. Чем он обеспечен, и вот почему я его 5 лет назад не купил, когда он стоил там 2 доллара буквально. Для чего выпускаются деньги? Они посредуют обмен различными благами, ценностями между людьми. Кроме этого, еще есть функции денег для хранения богатства, например, для платежных каких-то операций, для демонстрации каких-то статусов, например, и так далее. Ну, просто для выживания. И исторически деньги печатались, производились до момента, когда появились бумажные деньги. Деньги производились в зависимости от металлического запаса. Это, как правило, были либо золотые, либо серебряные, либо еще другие металлы, либо любые валютные стандарты. И, собственно, эта система действовала достаточно до недавнего времени. То есть, еще до начала 20 века, то есть еще 100 лет назад, основные деньги в мире, валюта в мире, они привязывались к золотому запасу. Были разные соотношения. Какие-то страны, заявив о золотом запасе, например, они печатали денег ровно столько, сколько есть золота по задному курсу. Другие страны могли печатать какие-то пропорции. Это уже детали. Золотой стандарт в этом смысле рухнул в конце 60-х годов. Ровно тогда, когда Деголь направил корабли и стал менять американские доллары на золото, которое хранилось в американских тайниках и запасниках. Это делал не только он. И тогда стало ясно, что долларов чуть больше, чем предполагалось. То есть, золота не хватает. И вот тогда случилась катастрофа валютной системы того времени, при этом вузской системы. И ей на смену пришли другие деньги. Долгое время думали, что эти деньги не очень привязаны к физическому активу. Но впоследствии стало ясно, что под них был подведен де-факто не де-юра, а де-факто физический актив, и он назывался нефть. Потому что для обмена множеством разнородных товаров, все равно требуется привязка к какому-то эталону. И вот этот эталон после золота, серебра и валюты, основанные на них, появились деньги, которые основаны на физическом ресурсе нефти. Это были более сложные связи, потому что уже в то время стало ясно, что можно выпускать деньги не только под конкретный физический актив, но и под некую совокупность активов, и в том числе под будущие проекты. Из этой ситуации возникли негативные эффекты. Самый из них яркий, конечно, это инфляция, возможность инфляции. Она была и раньше, потому что государства не всегда соблюдали вот эти пропорции жесткие и печатали денег больше, чем надо. Особенно это было во время войны. А также были различные истерические судороги между войнами. Менялись соотношения, сколько золота есть в долларе, сколько золота есть в фунте сельдингов. Это, кстати, разбалансировало валютную систему. Потом оказалось, что можно подводить под валюту то, что мы называем силой. То есть, например, есть силы государства, она выпускает валюту, ее все уважают, все уверены в том, что она быстро не исчезнет, быстро не реквизирует, быстро банки не разорятся, которые связаны с этой валютой. И таким образом мы имеем то, что называется мировой валютной гегемонии. До Первой мировой войны, и чуть позже это был фунт стерлингов, более 100 лет, который имитировала Британия. После 1945 года этой валютой стал доллар фактически. Но для того, чтобы какая-то валюта была вот так популярна во всепланетном измерении, требуется, чтобы и у этого имитента было большинство промышленного производства в мире, чтобы у него была та самая сила. Была та самая сила. И силы измеряются по-разному. Это золотой запас, и доля в производстве мировом, и кредитный статус. То есть, он должен быть кредитором. Соединенные Штаты стали имитентом этой мировой валюты, в том числе потому, что они стали кредитором. В том числе и гегемона в то время Великобритании. Если этот статус меняется, то возникают риски ослабления этой валюты. Но с годами накапливается инфраструктура. То есть, не так просто ее взять, повернуть руль. Это не очень просто. И сейчас, например, доллар обслуживает более 60% мирового торгового оборота. Другая валюта, которая находится в корзине таких валют мировых, это, конечно же, евро. Но они достаточно взаимосвязаны. И есть еще другие валюты, такие как иена, например, фонд стерлингов. Юань появляется по сравнению с кайзом за ростом доли Китая в мировой экономике. Естественно, растут притязания на увеличение доли юаня в валютных корзинах ведущих мировых финансовых организаций. Всемирного банка, Международного валютного фонда. Они сейчас ниже, чем доля Китая. Вот такая происходила сложная история до момента появления криптовалют. Криптовалюта также основывается на физических процессах, но более элегантных, интеллектуалуемких. В частности, биткоин, который мы знаем традиционно, выпускается по мере расшифровки кода. Например, сколько требуется временная расшифровка кода, вот проходит время до выпуска биткоина. Дальше вы можете привязать это к производству электричества. То есть на производство этого работают машины, которые дешифруют эти коды и так далее, и потребляется некоторое количество электроэнергии. И, собственно говоря, в итоге обнаружилась зависимость биткоина с производством электроэнергии. Но в любом случае этот процесс тоже конечен, потому что стремительно развиваются вычисления. И появление квантового компьютера, которое, собственно говоря, в прототипах уже можно наблюдать сейчас, а в будущем это произойдет достаточно стремительно, ведет к тому, что фактически кодов не останется. Они будут расшифровываться, если не молниеносно, а довольно быстро. — Биткоин, как раз самый популярный, должны расшифровать на 99%, то есть добыть к 2036 году. — Расчеты все условные, да, это может случиться. Здесь сейчас не действует линейная закономерность, когда можно нарисовать график линейный, и вот знаем, что это будет 31 января 1936 года. Невозможно, потому что есть сейчас нелинейные взаимосвязи, которые могут ситуацию поменять радикально, буквально в считанные короткие интервалы времени. Но, тем не менее, определенный жизненный ресурс у таких валют есть. В 2016 году фактически они были легализованы, например, в Японии, то есть их приравняли к валюте, достойной быть в национальном резерве, например. И сейчас они стали появляться и на широком рынке, то есть, словом говоря, их не так было легко получить несколько лет назад, когда не было этой всей инфраструктуры электронных транзакций. Теперь они есть, и в итоге каждый человек может примерно приобрести кусочек биткоина, а дальше возникает де-факто биржа биткоинов, то есть вы можете купить, продать, а на бирже все определяет спрос и предложение. Если, например, возникает паническая страсть по биткоину, то он может вырасти до цен и больших, чем мы видим сейчас. Но все-таки изначально, если я правильно понимаю, мы понимаем, что биткоин, его нужно, так называемый, добывать, вот это вот слово, которое тоже пришло к нам майнить. Но, в принципе, это некое принятие правил игры, что вот мы придумали формулу, по которой можно добыть валюту, и эту валюту мы будем добывать, и у нее будет какая-то стоимость, которая будет повышаться. То есть, в принципе, люди согласились с тем, что мы из ничего, то есть не имеющие ничего физической формы, даем чему-то стоимость. Это имеет физическую форму. То есть, во-первых, процесс расшифровки кода, и, во-вторых, процесс энергопотребления в процессе этой расшифровки. Это имеет еще физическую привязку. Но вы правы. То есть это все какое-то принятие правил игры. Это скрытая мысль, что на самом деле может сложиться ситуация, когда выпуск той или иной валюты будет не привязан ни к чему. То есть просто будет что-то совершенно цифровое, нолики-единички, по сути своей. Да, можно такое представить. Почему Минфин, на ваш взгляд, это было недавно сказано, сначала год назад было, что запретить вообще оборот криптовалюты, но вот буквально в августе-июле Минфин пожелал запретить свободную продажу криптовалют на территории Российской Федерации. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Вроде бы она же не мешает никому. Любой монополист валюты объективно заинтересован в том, чтобы она не была нарушена. И более того, монополия на эмиссию валюты является ключевым условием суверенитета. Можно так, видимо, описать логику Минфина. Минфини осознали, что достаточно трудно поставить ограничения для потока обмена, скажем, той или иной криптовалютой, потому что мы находимся в либеральном, так сказать, валютном поле. То есть при всех санкциях, например, у нас нет ограничений на целый ряд транзакций с внешним миром. У нас есть несколько сотен центров производства биткоина, в частности. То есть, условно говоря, в полуофициальном порядке они работают. Но их доля пока невелика. И угрозы они не представляют. Угроза может возникать для валютной монополии государства при условии разрастания этого до опухоли. Но, наверное, можно привести пример, когда у нас появились разного рода фирмы, финансовые пирамиды. Их было много, на самом деле. И мы можем вспомнить, как легко потребители и участники этих схем и игр вовлекались в это. Почему? Потому что есть базовый мотив. Жадность, желание разбогатеть быстро и серьезно. И ничего не делая. Плюс ко всему, игра всегда захватывает людей. И на этих инстинктах, по сути, спекулируют различные пирамиды. И Минфин, я думаю, оценил как высоковероятную угрозу раскручивания такой пирамиды с помощью новых технологий. Минфин не одинок. Практически пока большинство Минфинов в мире следует этой политике запретительной. Еще одно новое понятие, которое появилось, это блокчейн или распределенный реестр баз данных. Проще говоря, это когда информация хранится сразу же на большом количестве компьютеров, а не где-то там. Один сервер у нас, условно говоря, в Иркутске, другой в Москве, а между ними еще как-то все это передается. Здесь вся информация хранится одновременно на практически, насколько я понимаю, всех участниках процесса. И вот этот процесс, эта технология, которая тоже существует давно, но в жизнь обывателя вошла недавно, у нее у нас лишь как сторонники, так и противники, в том числе и в правительстве. И один из первых проектов, который вроде бы хотят реализовать на базе этой технологии, это Росреестр перевести именно на блокчейн. Потому что это, наверное, организация, которая наиболее зависима от передачи информации, потому что часто она теряется, часто не доходит. И что вообще дает вот этот перевод, кроме того, что теряется, ну не теряется, исчезает возможность потери информации, потери каких-то записей? Это очень много дает. На самом деле, в обмене информации между правительственными структурами и между бизнесом и обществом, сейчас доминируют два запроса. Один запрос налоговый, что понятно, и второй запрос на титулы собственности. А Росреестр касается этих ситуаций. Хотя он не единственный в этом плане. Еще Роснедра, например, Рособущество. Это разные классы объектов собственности, движимости, права интеллектуальной собственности в частности. Лицензии и так далее. И в этом плане здесь преимущество, конечно же, очевидное. Есть возможность резко сократить то, что называется транзакционные издержки. Доступ к информации молниеносной. Исключить большое количество навязанных правовых операций. Мы сейчас не говорим о натрятии, например, но в сущности речь идет именно об этом. Если есть цифра и подписи, возможность идентификации личности, сделки конкретной, то исчезает потребность в этих бесконечных очередях к нотариусам, чтобы заверить правособственности. Мы знаем, что хотя там затруднены злоупотребления, но они встречаются. Подобные технологии позволяют это делать и быстро, и изящно, и достаточно дешево. Поэтому в данном случае... Плюс я так понимаю, что еще сокращается количество чиновников в мошенниках, которые требуются для ее реализации. Мы уже сейчас их видим в тех многофункциональных центрах, которые открываются, наверное, уже почти во всех больших точках страны. Государственные услуги, осуществляемые через электронные форматы, по сути, они являются шагом к формированию подобных систем. Ведь это важно и для судебной практики, разнородного прецедента, арбитража и так далее. Это открытые, скажем, источники. Есть большая часть объектов в Росэмуществе, которые тоже находятся в открытом доступе, например. И, по сути, это реализация права граждан и общества на доступ к информации, которая не должна быть засекречена, например. Так что в этом плане, наверное, меньше претензий к блокчейну, чем к криптовалютам. Александр Иванович, вот такой вопрос. В России законодательство, которое бы регулировало, по сути, блокчейн, криптовалюту, а его фактически пока еще нет. То есть оно в какой-то такой зарождающейся форме. Но суть в том, что технологии у нас в целом, как мы видим, они развиваются гораздо быстрее, чем государство, пожалуй, любое, может, наверное, на них реагировать. И как в таком случае могут вообще строиться какие-то схемы регулирования? Когда у нас вот уже мы живем с цифровой экономикой, а у нас вот государство о нем только заговорило. Технологии блокчейна уже давно используются, но опять мы только пытаемся как-то их освоить и применить в форме госуправления. То есть какое-то подвести хотя бы регулирование под это. Вот как это вообще может все взаимодействовать? Вы подняли исключительно тонкий и серьезный вопрос. И он начинается с того, что мы иногда путаем правосознание и законодательство. Правосознание – это те правила, по которым живут или по которым запрещено жить в обществе. Некоторые из них, далеко не все, становятся нормативными актами. Законами, кодексами, конституциями, локальными нормативными актами и так далее. И в этом плане, когда мы ставим вопрос, почему законодательство остает от регулирования этих новых появляющихся моментов, в этом есть две стороны. Конечно, в идеале правосознание и законодательство, и обычаи делового оборота, обычаи технологического оборота, информационного оборота должны бы иметь соответствующее закрепление в законодательстве, в том числе и в стандартах, и в протоколах, например. Но в этом случае есть риск, что будут созданы правила в отношении неопределенных, неопределившихся, не проявившихся, еще недостаточно себя манифестировавших явлений, которые просто их зарубят на корню. И поэтому всегда законодательство отстает от реальной практики. Да, это открывает возможность злоупотреблений, потому что это неотрегулированная сфера. Но у нас, мне кажется, сейчас более серьезно другая тема. Это оптимизация сложившегося за последнюю четверть века законодательства. Ведь мы видим, что бумажный вал при всей автоматизации электронного документа оборота нарастает критически. Хорошо, что, скажем, налоговая сейчас служба работает уже в более электронных форматах, но в большинстве случаев мы видим какой-то цунами бумаг вузов. Но вы все равно еще и дублируете, если у нас есть электронная форма, у нас всегда ведется бумажный дополнительный. Отчетность вузов, отчетность в госкорпорациях, отчетность внешней, отчетность внутренней, бумаготворчество при осуществлении конкурсных процедур и так далее. Более того, когда был проведен анализ структуры законодательства, то выяснилось, что в идеальном случае должно быть не менее 14 уровней этих нормативных актов, начиная от Конституции. Дальше Конституция раскладывается на 13-15 конституционных законов, за которыми следуют кодексы, а дальше появляются более локальные моменты. Так вот, если посмотреть с точки зрения этой идеальной необходимой структуры, то окажется, что у нас определенные законы, они не имеют статуса конституционных, хотя должны были быть определенные законы, раздружненные и не составляют из себя кодекс, который систематизирует правоприменительную практику и нормативное предписание для определенной сферы деятельности. То есть мы найдем, что эта правая система, законодательная система, соотносится с реальной практикой крайне противоречиво. И не случайно, это не только наша проблема, скажем, в Европейском Союзе сейчас введена такая процедура, которая называется оценка регулирующего воздействия. Не принимается ни один новый закон, нормативный акт в Европейском Союзе, если не доказано, что эти ситуации регулируют предыдущие законы, не регулируют, и что на самом деле нет противоречий. То есть это очень тщательный процесс, у нас миллионы нормативных актов. Посмотрите в системе гаранта или консультанта, видно, что... Которые часто либо дублируют, либо противоречат друг другу. Да, и более того, эти нормативные акты генерируются, как тут мы считали, порядка 200 страниц в день на бизнесмена. Никто этого не может прочитать. Кроме того, есть еще то, что формально не входит в эту законодательную систему, это акты корпорации, акты бизнеса, например, и в частности отчеты перед акционерами. Мы найдем, что процентов 70 национального дохода производится непрозрачно. И даже когда мы видим отчет какой-нибудь большой корпорации перед акционерами, то 99% либо его не читают, либо если читают, то они явно не имеют дело с достоверной информацией. То есть это очень серьезный вызов. В чем здесь возможное преимущество как раз цифровизации и появления, например, каких-то систем искусственного интеллекта? Он может помочь нам выявить эти противоречия, может помочь их классифицировать, например, исключить ненужное, вредное или добавить те ситуации, которые никак не отрегулированы. То есть мы стоим перед очень серьезной потребностью работы с этим законодательством. Поэтому спешить создать новые законы, чтобы догнать технологию развивающуюся, нужно очень осторожно. Более того, скажу совсем, наверное, крамольную мысль, что революции в истории общества происходили часто в ответ на перегрузку этих обществ избыточным регулированием. И последний вопрос. Вы как раз сказали, что нам нужно сначала навести порядок, в том числе с помощью цифровизации общества, например, в нашем законодательстве российском, в общем, в нормативных актах и законах. Но вот, как на ваш взгляд, вообще внедрение, я понимаю, мы в ней уже живем, в цифровой экономике, но вот, скажем так, массовое внедрение ее, наверное, в сознание людей, в обиход жизни. Возможно ли это в стране, где у нас в огромном количестве городов, регионов, за проезд в автобусе до сих пор платят наличными, причем в самом автобусе? Вот говорить о том, что искусственный интеллект, или это станет просто уделом, ну, условно говоря, вот с Москвы, столицы, да, может быть, еще там двух-трех крупных городов. Хотя мы и говорили о том, что фактически раскид цифровой эпохи можно найти и в Древней Греции, условно говоря, но, конечно, это фигура аргумента. Цифровая общественная экономика в современных условиях – это достаточно жесткие требования к состоянию экономики. Если у нас нет, например, цифровых платформ для основных отраслей, то это значит, что мы не живем в той цифровой экономике, которая отвечает современным понятиям. Если у нас каждый человек, не говоря о технических системах, производство генерирует некий объем данных, в частности, они собираются банками, это не значит, что мы уже находимся в цифровой экономике, поскольку мы еще не умеем или даже не знаем, что эти данные можно обрабатывать ради чего-то, в частности, повышение эффективности. В этом плане, если мы посчитаем, например, рентабельность продажи билетов за наличные и, например, рентабельность продажи их электронным способом, то этот не уверен, что результат будет однозначный в пользу цифровой ситуации, например. Возможно, гораздо проще, что это делается и так прекрасно, и всем приятно. Поэтому намерения полностью исключить наличные обороты смягчаются и отодвигаются по времени вдаль. Потому что любая новая технологическая революция распространяется либо из центра, либо очагами, а потом захватывает все общество. Есть такая просто динамика, в том числе общественной адаптации. И не случайно, например, в Японии после того, как сложились технологические комплексы, сфроэкономики, когда пошла индустриализация к индустрии 4.0, спохватились и стали говорить об обществе 5.0. А какое общество возникает в ответ на требования индустрии 4.0? Потому что любая индустрия порождала определенные институты, определенные общественные нравы, мировоззрение, способ поведения, организации, управления и так далее. Для примера, скажем, индустриализация, вводившая массовые конвейеры, она сразу предполагала определенные коллективы работников, то, что называли пролетариатом, линейные принципы управления для оптимизации. Как только у вас индуклатура производства расширяется от тысяч до миллионов, у вас совершенно должны работать другие принципы самоорганизации и общественной координации. Когда-то был, безусловно, блестяще эффективен госплан в традиционном понимании, но пришло время, и нужно было его дополнять другими механизмами координации. Можно было это сделать дико, и мы сделали это дико. Когда ввели то, что называется рынок, но нигде в мире одного рынка нет. Есть рыночная самоорганизация, есть общественная координация, есть государственная координация. Это очень сложные организмы. В этом плане вопрос о продаже билетов в автобусе, он ведь связан и с отношением к новым технологиям. Вот именно вопрос к отношению людей. Они готовы, на мой взгляд, или нет? Мы восхищаемся артентной энергетикой, например, в Германии, в Австрии, Голландии. Но понимаем, что там нет нефти, нет дешевых источников, на самом деле. И, в-третьих, там большие субсидии для того, чтобы это сделать экономически рентабельным. То есть все имеет не только свою технологическую сущность, но и экономическую целесообразность. Это все нужно смотреть, потому что иначе возникает эффект псевдоинноваций. Можно ими реально завалить, на самом деле, а ради чего? Какой смысл? То есть главное, чтобы была жизнеспособность общества и благо, доступные всем, они были как минимум качественные, начиная от еды и продовольствия. Цифра помогает, наверное, работать лучше на комбайне, работать лучше в поле, лучше устроить логистику, карьеры, скажем, с фаромоделями. Это более эффективная организация, чем карьер просто, где есть самосвалы и экскаватор. Ведь за технологиями еще идет бизнес-модель, она тоже другая. За бизнес-моделью идут определенные регламенты, за ними идут требования подготовки кадров. В настоящий момент у нас ситуация по всем этим подсистемам цифровой трансформации, конечно же, разрозненная. В программе, которая принята, есть пять направлений. Инфраструктура, кадры, регуляторика. Но это ведь не весь комплект задач цифровой экономики. То есть еще предстоит очень серьезно работать. Идет много и много. Александр Ильич, спасибо вам большое за беседу. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. А зрителям, я напоминаю, вы смотрели программу по беседам. С вами был Михаил Шаршаков. Доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин